Добрый вечер! В эфире 7 дней. Студия Тимур Бекмурзин. Смотрите сегодня. Все пациенты пребывают в состоянии некого эмоционального шока. Водитель 18 раз привлекался. Да, действительно, там были выявлены нарушения. Преступное легкомыслие, авария в Башкортостане, причины и следствия. Уважение к больным, внимание. Будет проходить очень серьезная модернизация. У нас вот цель нашей всей больницы, всех коллег, работать единой командой. Нацпроекты в действии. Каких изменений ждать в системе здравоохранения? Высота всей этой конструкции. Порядка 100 метров, как будет это на флору, фауну у нас подействовать. Дай бог, чтобы это все получилось. Вечная энергия. Ветропарком в Татарстане быть. Эта неделя была полна переживаний. Бесконечные ЧП с самолетами, крупные дорожно-транспортные происшествия по всей стране. Нам всем пришлось изрядно волноваться из-за наших татарстанских детей, что отдыхали в лагере «Лучистый» в Крыму и попали в больницу. Причина – норовирусная инфекция, носителем которой был персонал пищевого блока. От него заразились около 60 человек, дети и вожатые. По поручению Рустама Миниханова, в Крыму в эти дни работали детский омбудсмен и министр по делам молодежи. И, как стало известно, все дети, выписанные из больницы, сегодня возвращаются домой чартерным рейсом в сопровождении вожатых. На таком решении настояло руководство лагеря, отказавшее в приеме детей после выписки из больницы, сообщил министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фатахов. Дирекция лагеря объяснила свою позицию тем, что еще не завершен инкубационный период и выписанные из больницы дети могут стать причиной повторной вспышки инфекции. В эти дни проводятся инспекции всех детских лагерей в Крыму, где отдыхают дети из Татарстана. Сейчас на связи с нашей студией из Крыма уполномоченной по правам ребенка в Татарстане Гузель Удачина. Добрый вечер, Гузель Любисовна. Первый вопрос, конечно, по лагерю «Лучистый». Сколько еще детей там остаются? Решен ли вопрос о том, будут ли еще там отдыхать дети из республики? Всего в лагере «Лучистый» отдыхало 201 ребенок из республики Татарстан. По последним данным, 50 детей у нас оказались всего в инфекционной больнице, получили соответствующий лечение и были отправлены в город Казань сегодня они дома. Не получилось, к сожалению, ребят вернуть в лагерь, поскольку лагерь отказался их принимать. Дети были выписаны в связи с выздоровлением. В лагере еще остается порядка 150 детей. Их здоровье ничего не угрожает. Есть все основания для того, чтобы расторгать контракт с данным лагерем. И, на мой взгляд, наши дети в этом лагере больше отдыхать не должны. Вы инспектируете и другие детские лагеря в Крыму. Есть ли беспокойство по вопросам безопасного пребывания детей? Как раз неделю, как находились в Краснодарском крае, посетили те три лагеря, в котором отдыхают наши татарстанские дети. Каких спасений с точки зрения обеспечения безопасности данный лагеря у нас не будет. Но надо понимать, что это человеческие факты. Как и в данном случае, элементарная халатность человека, зараженного норовирусной инфекцией, при несоблюдении правил личной гигиены, привело к такой ситуации угрозы здоровья и благополучия наших детей. Поэтому здесь вопрос обеспечения безопасности наших детей, тем более на пищеблоке, тот вопрос, который должен быть на постоянном контроле со стороны руководства детских лагерей. Каждодневным, постоянным. Спасибо. Я напоминаю, что на связи с нашей студией из Крыма была уполномоченная по правам ребенка в Татарстане Гузель Удачина. Следователи в эти дни занимаются расследованием причин аварии в Башкортостане, где погибли шестеро жителей набережных Челнов. Более 30 пострадали. Напомним, ЧП произошло поздним вечером 14 июля. Водитель на ровном участке дороги не справился с управлением туристического автобуса. Многотонная машина съехала в кювет и перевернулась. В момент аварии в салоне автобуса находились туристы и сотрудники крупного транспортного предприятия «Автограда». Возвращались они домой с корпоративного отдыха сплава по реке «Белая». Ситуация находится под контролем президента Татарстана Рустама Миниханова. Медицинские службы двух республик и все ответственные ведомства сделали все возможное, чтобы оказать необходимую помощь пострадавшим. Как установили следователи, водитель автобуса за последний год 18 раз нарушил ПДД. Это получается примерно один раз в три недели. При этом руководство компании ему доверило судьбы почти 40 человек, отправляя в столь дальние путешествия. В суде во время избрания меры пресечения была озвучена предварительная версия причины аварии. Нарушение водителям скоростного режима и преступное легкомыслие. Татарстанские прокуратура, ГИБДД и Ространснадзор сегодня проводят проверку челнинского предприятия «Альтекс», кому принадлежал автобус и чьи сотрудники погибли в результате аварии. И по предварительным данным уже выявлен ряд серьезных нарушений. Обратим внимание, что два года назад челнинская прокуратура на «Альтексе» уже проводила проверку. И тогда тоже был выявлен ряд нарушений по требованиям безопасности дорожного движения. Руководство было оштрафовано, но, как показала трагедия, урок так и не был усвоен. Так почему же путешествие на автобусе по дорогам России небезопасно, выясняла Елена Горбунчикова. Набережная Челны Набережная Челны Сотрудники челнинской транспортной компании «Лидер Транс» в воскресенье 14 июля возвращались с корпоративного отдыха, сплава по реке Белое. Расстояние от Башкирского Мендигулова до Челнов 650 километров. Домой туристы выехали после обеда, а в 19 часов по московскому времени, это примерно на половине пути, в районе поселка Ирныкши автобус неожиданно вылетел в Квет и перевернулся. Шесть пассажиров скончались на месте, еще 32, в том числе двое детей, получили травмы, порезы, ушибы, переломы рук, ног и черепно-мозговые травмы. Сразу после аварии в Архангельском районе Башкири был развернут оперативный штаб, состав которой вошли представители ведомств обеих республик. Наиболее пострадавших экстренно направили в больницы Уфы. Пятерых силами Татарстанского центра медицины катастроф в Набережной Челны. Двое туристов, получившие тяжелейшие травмы, до сих пор остаются под наблюдением башкирских медиков. Их транспортировка домой пока не представляется возможной. Мы потеряли челненцев в цветущем возрасте, в самом молодом 23 года, ну и все работники достаточно молодые, которые выезжали со своими семьями. Богдан Сутармин всего год назад закончил журфак ФУ. Большому поклоннику творчества российского журналиста Александра Невзорова пророчили большое будущее. А он предпочел работу в отделе мониторинга транспортной компании. Айрат Бекбулатов признается, что до сих пор не может оправиться от трагической новости. Преподаватель Казанской школы журналистики Богдан был в числе любимых студентов. Я видел в нем качество, которое я хочу видеть в наших журналистах. Вот это вот жажду справедливости, вот исправить мир какую-то, и эмоциональность, включенность вот в судьбы, в людей, вот это вот. Я не вернусь, так говорил когда-то и туман. Шоком стало известие о трагической гибели Евгения Тимофеева, бас-гитариста, кавер-группы Федор Шукшин. 14 июля музыкант праздновал свой 35-й день рождения. Как говорят очевидцы, Евгений находился в задней части автобуса, на которую пришлась вся сила удара в момент опрокидывания. Шансов выжить у него не было никаких. Что стало причиной аварии, это главный вопрос, на который предстоит ответить башкирским следователям. По факту трагедии, Следственное управление Следственного комитета по республике возбудило уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц». В ближайшие два месяца под арестом будет находиться водитель автобуса 32-летний Азад Загитов. По предварительной версии следствия, причиной трагедии стало несоблюдение скоростного режима на трассе и преступное легкомыслие. Волосы дыбом. Вот водитель 18 раз привлекался из набережных Челнов, привлекался к ответственности административной и в основном привлекался за превышение скоростного режима. Вот такие люди ездят. И чем это кончается? В большинстве случаев, вот как мы говорим, дороги плохие, еще что-то. Дорога идеальная, разметка идеальная, прямой участок дороги, вот просто на пустом месте. Да, сложные условия были погодные, был ливень, но для этого и мозги у человека есть, чтобы в ливень не гонять. С марта этого года все транспортные компании, которые занимаются пассажирскими перевозками, обязаны проходить лицензирование, а специальный сотрудник должен следить за техническим состоянием транспорта, организацией отдыха водителей и затем, есть ли у них штрафы ГИБДД. Он должен контролировать и дисциплину водителя, самое главное. И те нарушения, которые они допускают, это не должно оставаться без внимания. Либо на личном транспорте, либо на другом транспорте. То есть у него уже склонность есть к нарушению. То есть он дисциплинирован водителем, он должен быть дисциплинирован и на этом виде транспорта, и на другом. Как нам стало известно из неофициального источника, у водителя разбившегося автобуса стажа было всего два года. Работал только на нефазах, а поездка на китайском Кинглонге в Башкирию была первой. По словам преподавателя автошколы Олега Шатова, череда трагических аварий с участием автобусов в России – это впоследствии слабой подготовки водителей. В советские годы водители автобусов дальнего следования были представителями особой касты. Сегодня владельцы транспортных компаний не заботятся о повышении квалификации своих сотрудников. Так, где у нас подешевле можно обучить? Так, кто у нас подешевле? Написано 20 часов, а можно 10 часов, а не 20? А давайте подешевле, сколько стоит там практика? Давайте без практики, только теорию. А можно подешевле там? Да, можно? А можно, мы вообще не будем учиться, вы нам подпишите все. И получается что, результат какой? По мнению Олега Шатова, причин аварии много. Превышение скоростного режима, невнимательность и отсутствие навыков вождения многотонной машины ночью во время дождя, если дождь вообще был во время аварии. Обочина, которую не видно под дождем, зацепил водитель обочины. Ну, судя по тому, чем закончилось полетом во встречный кювет, дальше рефлекс вернуть автобус обратно, ну а дальше все как по сценарию классический вариант. Разворот поперек дороги и вылет во встречный кювет. На своей странице в фейсбуке Радий Хабиров назвал еще один фактор. Непонятное производство автобусов, которые курсируют по российским трассам. В данном случае марки Кинглонг. Вячеслав Прощаев из Ижевска возит туристов на Кинглонге вот уже пять лет. И нареканий к машине у него не было. Ну, лучше, конечно, все равно. Хоть и китайская, но лучше. Поаккуратнее все и водить поприятнее. Лучше все равно. Нашим все равно надо еще дорабатывать все это. Как случилось в Башкирии? У нас нет такого. Это все-таки безопасность, это водители. Не автобус какой. А то, что комфорт, конечно, с удовольствием. Вот едем и радуемся. Так почему же после опрокидывания автобус получил такие серьезные повреждения, а пострадавшими оказались все пассажиры? Наши эксперты единогласно наиболее безопасным назвали автобусы европейских марок. Но они гораздо дороже китайских. К тому же многие пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности во время движения автобуса. Шансы не покалечиться во время аварии в таком случае минимальны, ярко демонстрирует популярный ролик в интернете. Как отмечает в администрации набережных Челнов и Минтранзита Татарстана, компания «Альтекс», владелец автобуса, была на хорошем счету. Однако итоги прошлогодней прокурорской проверки говорят об обратном. Да, действительно, там были выявлены нарушения. Нарушения какие? Как раз нарушения режимов труда и отдыха водителей. Были такие факты. Они отмечены как раз в справке. То, что отсутствует сверка с ГИБДД, то есть взаимодействие с ГИБДД не было налажено. Этот момент тоже был отмечен в этой справке. И по всем этим нарушениям у нас как раз и должностное лицо этого предприятия было привлечено к административной ответственности. Ситуация вокруг трагедии в Башкирии находится под личным контролем президента Татарстана Рустама Мениханова. Сейчас в офисе компании «Альтекс» идет прокурорская проверка. И, как нам стало известно, уже выявлены новые нарушения. А это значит, что урок прошлого года так ни к чему не научил. Елена Горбунчикова, Андрей Мохов, Семьдень. Сегодня главная задача власти и федеральной, и региональной, и муниципальной – повышение качества жизни людей. Именно на это направлены свыше десятка национальных проектов страны, которые реально притворяются в жизнь по инициативе президента Владимира Путина. Вот те самые 13 нацпроектов, утвержденные правительством России. Здравоохранение, образование, культура, комфортная среда для жизни, безопасные и качественные автомобильные дороги, – жилье и городская среда, экология, экономический рост, наука, малое и среднее предпринимательство, цифровая экономика, производительность труда и поддержка занятости, международная кооперация и экспорт, а также комплексный план модернизации и расширение магистральной инфраструктуры. Ход исполнения решений правительства России по вопросам реализации национальных проектов обсуждался на этой неделе на заседании Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по реализации национальных проектов. Участие в нем принял президент Татарстана Рустам Мениханов. Хотел бы обратить внимание на один из самых масштабных нацпроектов здравоохранения. На него только в Татарстане за три года будет направлено 5,7 миллиарда рублей. Из них 1,3 миллиарда рублей в этом году. Что стоит за этими цифрами? Это развитие системы оказания первичной медицинской помощи детского здравоохранения. Мероприятие по борьбе с онкологией и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Решение проблемы с дефицитом кадров. О том, как реализуется проект здравоохранения, в решении каких проблем он еще может помочь, расскажем на примере городской клинической больницы номер 7. Репортаж Эльзиры Юзаевой. Они, как бойцы невидимого фронта, стоят рядом, бок о бок, с закрытыми дверями, с маской на лице, понимая друг друга без слов. После операции пациент проснется в палате, откроет глаза и даже может не узнать тех, кто колдовал над ним всю ночь. Это одна из самых закрытых зон больницы. Посторонний вход сюда воспрещен. Операционный блок занимает целый этаж. А теперь вдумайтесь только в одну цифру. В день здесь проводят свыше 60 операций. Сейчас все операционные в работе. А это значит, что в каждой из них врачи борются за жизнь и здоровье своих пациентов. По 6 операций? Каждая операционная. Каждая операционная, да? Да. Если каждая операция длится не менее 2 часов, Может и дольше, да. Даже дольше, да. То это уже значит 12 часов, это надо стоять, эта бригада будет стоять на ногах. Да, которую бригада хирургов начала, она будет и завершать операцию. Это достаточно серьезные нагрузки. У них особый режим работы, ненормированный рабочий день. Все зависит от сложности ситуации и состояния больного. В 7-й Казанской городской больнице проводят практически все виды хирургических вмешательств. Вот этому пациенту сейчас будут делать операцию на сосуды. Эта операция на языке врачей называется малоинвазивной, то есть выполняется без разрезов, посредством проколов и специальной аппаратуры. Современное оборудование позволяет врачам принимать решения прямо с ходу. Пациенту вводится в специальный зонд и проводит обследование. При обнаружении какого-либо дефекта в организме, хирург сразу и незамедлительно начинает устранять проблему. Скорая привозят. Здесь сразу находится мультидисциплинарная бригада, которая пациент заводится сюда, то есть вот на эти кушетки, и здесь начинает с ним работать. То есть здесь полностью каждый по своему профилю определяет патологию и уже здесь принимает решение, то ли его в операционную, то ли в реанимационную. Эту комнату в приемном покое называют не иначе, как маленькой клиникой. В противошоковом кабинете есть все необходимое для предоставления экстренной медицинской помощи. Врачи говорят, что такое оснащение есть далеко не в каждом европейском медицинском центре. У нас сюда привозят и очень часто, и после ДТП, и каких-то там катастрофы. Ну то есть мы работаем еще, как если вдруг какая-то чрезвычайная ситуация, то мы готовы здесь принять до 500 человек. Эта больница в Казани была основана еще в 1988 году. В 2013-м пережила глобальную реконструкцию и модернизацию, после чего стала одной из самых оснащенных больниц в городе. Все это стало возможным благодаря программе «Стратегия развития экстренно неотложной помощи в Татарстане». Сегодня это не просто медицинское учреждение. Это целый комплекс с поликлиниками, стационарами, с женскими консультациями и родильными домами. Клиника, отвечающая лучшим европейским стандартам и традициям. Уважение к больным, внимание, питание уж не говорим, в санатории даже такого нет, 4 раза питание, чистота, порядок, уют, сами видите. Тут все для больных. Они могут делать свою работу и так же к людям хорошо относятся. То есть тут такая обстановка, как дома. Я им очень всем благодарна, прям с низким поклоном таким. В народе ее именуют коротко БСМП, больница скорой медицинской помощи. Именно сюда за этой помощью обращаются не только жители четырех административных районов Казани, что весьма разумно, больница в принципе является городской, но и пациенты из сел и деревень, территориально близких к городу. Так как в БСМП находится первичный сосудистый центр, их, кстати, в Татарстане 15, который может оказать всю необходимую экстренную помощь при инфарктах и инсультах. Надо постоянно обновляться. Сегодня благодаря вот этим национальным проектам сейчас будет проходить очень серьезная модернизация именно оборудования. То есть будет закупаться новое и тяжелое оборудование, и, скажем, и реанимационное, и все другие виды техники будут меняться. Главный врач БСМП номер 7 Артур Делян не изменил свои профессии ни разу. Окончил медицинский университет в 93-м году. Долгие годы работал в ДРКБ, в отделении кардиохирургии. Ему есть, что вспомнить, ему есть, что сравнить. По его словам, за последние годы отечественное здравоохранение сделало огромный рывок вперед, особенно в сфере неотложной скорой помощи. По крайней мере, об этом он может судить по работе своей команды. Если пациент пойдет, например, на электрокардиограмму или на УЗИ сердца, и там испортит настроение, естественно, мы здесь не можем поднять. У нас вот цель нашей всей больницы, всех коллег, работать единой командой, чтобы в первую очередь были пациенты на первом месте. Седьмая горбольница сегодня принимает свыше 300 пациентов ежедневно. Половина из этого числа приходится на экстренные случаи. Половина на пациентов, которые сами обращаются сюда за первичной медицинской помощью. С каждым годом растет поток именно таких больных. Потому приходится большая нагрузка на узких специалистов, которых действительно во многих учреждениях не хватает. Единственное, есть проблемы у нас с первичной сетью. Там есть небольшие проблемы с узкими специалистами. Но сегодня, как вы знаете, есть у нас два национальных проекта. Это проект по здравоохранению и демографии. И там как раз есть отдельная строка, выделенный именно кадровый вопрос. Сегодня этот вопрос решается. И я думаю, что мы в ближайшие год-два эти проблемы закроем. Я им очень благодарна. Они мне вернули две ноги. Наталья Хитрова перенесла сложную операцию на ноги. Теперь уже все позади. Чувствует себя лучше и благодарна всем тем, кто был рядом с ней в эти сложные минуты. Родственники приходят, видят, в каком состоянии пациент здесь находится в реанимации. И какого же пациента мы спускаем уже в отделение, отдаем. Поэтому чаще мы сталкиваемся с тем, что все равно есть благодарная. Но это хорошо будет? Конечно, это приятно. Но самое главное, потом любому человеку будет приятно, что за его работу скажется большое спасибо. Эти стихи посвящены заведующей отделением ревматологии Равиа Мухиной. По словам ее пациентов, это именно тот врач, про которых говорят врач от Бога. Порой именно такие становятся самыми близкими людьми, практически родными. Теми, кто может подарить вторую жизнь. Новое качество жизни – это не только доступное и качественное здравоохранение, увеличение продолжительности жизни, но и совершенно иные стандарты городской среды, общественных пространств, новые требования к экологической безопасности и так далее и тому подобное. В Татарстане помимо национальных проектов на общий результат повышения качества жизни населения работают собственные программы. В этом году их перечень расширена до 40. Понятно, чтобы благие планы не остались на бумаге, а были реализованы на практике, нужны ресурсы, средства, инвестиции. Иначе говоря, темпы роста экономики должны соответствовать социальным задачам государства. А лучше даже, чтобы они были еще выше. Здесь изобретать велосипед необходимости нет. Лучший способ обеспечить развитие экономики и промышленности – повышение производительности труда. Своебразным локомотивом этого процесса могут и должны стать предприятия-лидеры, на которых реализуются лучшие и самые успешные практики. Казань Оргсинтез – ведущее предприятие Казани, один из лидеров химического производства в России. В июле Оргсинтез отметил свой официальный день рождения. В этом году без особой помпы и торжественных мероприятий они отгремели ровно год назад, когда казанское предприятие ярко и с размахом отпраздновало двойной юбилей. 60 лет со дня образования и 55 лет со дня выпуска первой продукции. Сегодня Казань Оргсинтез – это компания с богатыми традициями, славным прошлым, успешным, настоящим и многообещающим будущим. Я бы еще добавил, с очень дружным и сплоченным коллективом. Во многом это заслуга руководства предприятий, акционеров группы ТАИ, в которую входит Казань Оргсинтез. Им удалось не только обеспечить масштабную программу модернизации флагмана химической индустрии Татарстана, но и создать благоприятные, комфортные условия для самих работников. Не только на самом производстве, но и что на самом деле не менее важно и вне его. А это и современные санатории-профилактории, детские лагеря, условия для проведения досуга и занятий спортом, собственные же личные программы и многое-многое другое. Кроме того, Казань Оргсинтез сегодня много занимается благотворительностью, вкладывает огромные средства на обустройство городской среды и общественных пространств, оказывает спонсорскую помощь. О социально ответственном бизнесе в продолжении нашей программы. Уже сам юбилей, вернее его дата, 55 лет, говорит о многом. Оргсинтез с момента основания, а в прошлом году флагману химической промышленности Татарстана исполнилось 60, был, как сейчас модно говорить, социально ориентированным предприятием. Не самая плохая, кстати, черта советских производств. Получается, выдали первую продукцию, отправили своих детей в свой же лагерь. Всего неправда, Казань Оргсинтез имеет возможность заботиться о своих работниках, их семьях и детях на совершенно ином уровне. Лагерь Солнечный – это, если хотите, местный Артек. В тени соснового леса комфортабельные корпуса, отменные столовые, современные спортивные площадки, а главное – неповторимая творческая атмосфера. Детям раздолье, для родителей сказка. Смена длится 21 день и пролетает, как одно прекрасное мгновение. Пятиразовое питание, игры, тематические занятия, свежий воздух. За все удовольствие родителям, работающим на Казань Оргсинтезе, за путевку придется выложить 15% от ее стоимости, или 3900 рублей. Это вообще первый лагерь, где мой ребенок мне ни разу не пожаловался на питание, я вам честно говорю. Она мне довольно-таки привередливая. Солнечное притягивает детей и отдыхающих, а база работает круглогодично. Не только живописной природой и условиями проживания, рассказывает Халедаки Рикмасова. Здесь создана уникальная программа самоуправления. Дети создают парламент, выбирают президента, министров, мэров городов. Каждый отряд является кусочком какого-то города со своим названием, со своей речевкой. За смену в лагере отдыхают 280 ребят, за весь летний период до 1000 человек. Солнечный растет и развивается, как и сам Казань Оргсинтез. Это уже давно многофункциональный центр. Летом он работает как детский лагерь, зимой, осенью, весной как база отдыха. Кроме того, в солнечном прекрасные условия для занятий спортом. Зимой это лыжные трассы и каток, в летний период это футбол, волейбол, баскетбол и другие виды спорта. Очень много видов спорта, в которых мы участвуем, и волейбол, и футбол, и канат, и шахматы очень сильные у нас, и теннисисты, настольный треннис. Руководство старается, чтобы мы на общегородских соревнованиях тоже везде участвовали. Наш принцип всегда был один, мы играем только своими работниками. Хотя на многих турнирах это не требуется. Условия для занятий идеальны. Помимо базы в солнечном, родное предприятие арендует залы для своих команд, обеспечивает инвентарем, формой, а также выделяет средства для выезда на соревнования за пределы Казани. В прошлом году футбольная команда «Казань Оргсинтеза» выступила на турнире в Турции. Сыграли хуже, чем могли, сокрушается Денис. В этом году обязательно исправимся. К сожалению, из 16 команд мы там стали четвертыми. К сожалению, это хороший результат. Наверное, хороший результат, но мы надеемся в этом году опять поехать туда. Руководство предварительно одобрило нашу тоже поездку. Это физкультура и спорт, это в первую очередь, конечно, здоровье. Для всех тех, кто им занимается, кто хочет им заниматься, тех, кто думает о своем здоровье. Во-вторых, спорт – это объединительный фактор, который помогает людям вместе жить, работать, учиться. Помогает в достижении больших производственных целей. «Казань Оргсинтез» здесь верен своему девизу – непрерывное развитие. И на ближайшую перспективу планы грандиозные. Цель – достичь более высоких технологических показателей с тем, чтобы приблизиться к теоретически возможным. Значит, у нас запланирована серьезная реконструкция по заводу ПНД. Значит, реактор «Б» у нас мы должны достичь более высокой мощности. В итоге задача к 2023 году – достичь производства по полиэтилену и до миллиона тонн дойти по производству. И по пластикам всего миллион сто, то есть вместе с поликарбонатом. Эти высокие производственные задачи будут решены обязательно, можно не сомневаться. Коллектив «Оргсинтезе» дружный, сплоченный. Руководство создает им условия на производстве, а после работы старается сделать так, чтобы люди могли полноценно отдохнуть. Иногородним предоставляется общежитие. Вроде бы банальная фраза, но как много она порой значит в жизни молодых людей. У родителей вообще 2 года будет, что у нас в своей квартире наконец-то... Алсу Тухватулина с мужем приехала в Казань из Дрожановского района. Отучилась, устроилась на работу на «Казань-Оргсинтез». Предприятие предоставило комнату в общежитии. Затем помогло полностью решить квартирный вопрос. Алсу с мужем Раилем и сыном Римом сейчас живут в просторной двухкомнатной квартире в Салават-Купере. Получение по социальной ипотеке, это не во всех предприятиях, не на всех организациях могут получить люди квартиру. То есть это у нас в «Оргсинтезе», это очень так выгодно было устроиться здесь работать. Можно отдохнуть в санаториях, можно в базах отдыха, домики снять отдохнуть. Потом нам дают всякие путевки, билеты, театры, разные экскурсии, в разные города можно поехать. На теплоходе можно покататься. Казань «Оргсинтез» – современное предприятие, где чтят традиции и помнят историю. В этом нет противоречия, наоборот, все логично. Уважение и почитание ветеранов, преемственность поколений – это и есть одна из главных ценностей «Оргсинтеза». Тем более молодым есть на кого равняться, с кого брать пример. Более полувека назад 19-летней девушкой Любовь Смирнова пришла работать, опорачиваться и на завод. Ее трудовой путь – пример карьеры настоящей советской труженицы. Нам не досталась цилина, но мы пришли тоже на комсомольскую стройку. Наверное, так вот, потому что за дур, ведь начинают все молодые. Ехали ведь не за орденами, медалями. Ехали строить, ехали пускать. На этой неделе герой социалистического труда Любовь Смирнова отметила свой 75-летний юбилей. Ее тепло поздравили родные, друзья, руководители республики и города Казани и, конечно, коллеги. Родной завод «Оргсинтез». Это люди, которые, несмотря на то, что уже перестали работать на предприятии впрямую, они все равно за него переживают и все равно стараются помогать любым способом, при любом случае. И это для нас очень ценно. Ежегодно порядка 60 наших ветеранов проходит лечение в профилакторе. И в этом направлении ведется дополнительная работа. Мы компенсируем часть затрат по зубному протезированию, мы оказываем и регулярно финансовую помощь. Для Казани «Оргсинтез» самое главное – это его кадры. Кадры решают все, это по-прежнему актуально, да? Это всегда будет актуально, потому что главное – это люди. Сегодня на Казани «Оргсинтезе» работает больше 8 тысяч человек. Большая трудовая семья, дружный коллектив, который умеет добиваться результатов на производстве, активно и правильно отдыхать. Тем более, что благодаря родному предприятию таких мест отдыха в Казани все больше. Казани «Оргсинтез» активно принимает участие в благоустройстве городских и общественных пространств. На средство объединения преобразился парк «Сосновая роща» возле ДК «Химиков». Настоящим подарком всем казанцам стало воссоздание системы «Озер Лебяжья». Еще несколько лет назад этот уникальный природный объект был на грани исчезновения. Сегодня, благодаря инвестициям Казани «Оргсинтеза», входящего в группу компании «Таиф», озера полностью восстановлены и снова стали любимым местом отдыха всех казанцев. Мы живем и работаем не в пустом месте, не в поле, в чистом, а в городе, в республике, в стране. И когда мы видим то, что необходимо сделать, и было бы хорошо это сделать. И мы понимаем, что не всегда у государства хватает возможностей или просто внимания к каким-то вещам и деталям. Но этим занимаемся. Вот и все. Тимур Бекморзин, Роман Безменов, Андрей Мохов и Андрей Ключников. Семь дней. А теперь поговорим о цифровизации. Только не спешите переключать канал, услышав незнакомое слово. И полагая, что вас это не касается. Еще как касается. Потому что отныне это так или иначе касается всех. У вас есть сотовый телефон, телевизор, банковские карты. Наверняка. Выходит, вы уже в меру продвинутый пользователь. Вы уже тратите значительно меньше времени на многие вещи. Об электронном правительстве слышали, наверное, все. Оплата штрафов, услуг ЖКХ, запись на прием к врачу, оценки ваших детей в школе на экране вашего телефона. Все это и есть цифровизация. Для обычных граждан это, проще говоря, улучшение качества жизни при помощи различного рода сервисов. Самого разного рода. Для пенсионеров возможность получения пенсии сразу на карточку и возможность иметь все свои льготы просто в кармане в виде той же пластиковой карты, не тратя сил и времени на предоставление государству всяких справок и удостоверений. Для собственников от оформления земли под строительство онлайн до подачи заявлений в правоохранительные органы тоже онлайн. Для предпринимателя возможность регистрации бизнеса, не выходя из дома. И так далее, и так далее. Всего того, что я перечислил, еще нет в полном объеме. Но это цели. Цели, поставленные российским правительством до 2021 года. Достижимо? Вполне. Вот Татарстан. Республика занимает сегодня первое место в ПФО по уровню цифровизации. В России мы вторые после Москвы. 80% госуслуг жители получают в электронном виде. Это 263 услуги. И уже заявляется о том, что к 2024 году произойдет окончательный переход на электронное взаимодействие населения с государством. А ведь кроме того, цифровизация – это еще и становление нового общества в стране. Цифрового общества. Общество с куда большими возможностями для самореализации. А значит, куда более активного гражданского общества. Готовы ли мы к этому? В Казани члены экспертного клуба «Волга» на этой неделе говорили именно об этом. И я вас уверяю, это очень интересно послушать. На мой взгляд, речь, конечно, идет о том, чтобы привычные нам услуги, сервисы, прежде всего со стороны государства, переводить в электронный вид, чтобы они тем самым были доступны в том числе в тех местах, где человек находится. То есть, образно говоря, извините, приспичило какому-то человеку, особенно пожилому, на отдыхе, в больнице или где-то в дальнем населенном пункте что-то. Нужна какая-то справка, срочно записаться. А документов с собой нет. Документов с собой нет. А нужно куда-то записаться, что-то решить вопрос. И наличие качественного или какого-то интернета и технического устройства может позволить в считанные минуты или секунды снять эту проблему. То есть, речь идет об удобстве. Об удобстве для всех жителей. На мой взгляд, проблема некоторого непонимания, и в том числе даже слово цифровизации многих пугает, связана с тем, что наша власть и не научилась еще пиарить, продвигать или, скажем так, продавать полезные, позитивные свои инициативы. Объяснять. У многих начальствующих людей жив такой стереотип, что мы же делаем хорошее дело. Ну, а чего тут еще тратить время, силы на то, чтобы это объяснять? Вот в этом проблема. И для этого нужны в том числе экспертные какие-то обсуждения, такие мозговые штурмы, как здесь, сейчас в рамках экспертного клуба. Это значит, что государство само еще не стало цифровым и электронным. Но пример Татарстана показывает, что в том числе представители власти понимают необходимость коммуникации с экспертным сообществом для того, чтобы найти наиболее удобные, интересные формы донесения вот этой информации до людей, разъяснения. И это очень здорово, когда у сильного, а власть сильная в республике Татарстан, у сильного человека есть понимание, есть потребность в помощниках, в советах. Но это же хорошо, потому что гораздо хуже было бы, если я великий, умный, мне ничего не надо, я сам знаю как. Для большинства экспертов очевидно, что Татарстан признанный лидер как раз в цифровых историях. А теперь речь про новый этап, новый уровень, новый барьер взять. Стать лидером, маяком, примером для других регионов и в том, как продвигать эти инициативы. Потому что просто запустить можно. Взяли там, так сказать, эту методичку, попытались построить какой-то такой же сайт или еще какой-то проект в этой условной области. А потом надо, чтобы по этой же другой, нарисованной нами здесь сейчас созданной методички, и убедить людей в этой области пользоваться этими услугами. И это необходимо, внедрять эти стандарты, и это сознание, и обучать как людей, что они могут не ругаться. Вот у нас популярно, так сказать, с чем-то плохим вышли, и давай. А-а-а, вы предложите конкретное. Вот в чем, не то, что власть плохая, а вот она плохая вот именно в этом вопросе. Это же гражданское общество, это же другая ступень. Ну так вот это все взаимосвязано. И мы должны объяснить людям, научить их, что конкретную жалобу нужно уметь не просто вот кричать в никуда, чтобы все плохо, а адресовать такому-то чиновнику. А он должен понимать, что он, значит, имеет очень считанное количество, там, минут, часов, дней для решения этого вопроса. И чтобы это вертикаль заработал. Есть разные рейтинги, которые ставят Россию на разные позиции в этих рейтингах. Где-то мы хорошо, где-то мы плохо. Вы упоминали, что это мы четвертые с конца, да? Есть такой рейтинг. По одному рейтингу мы очень хорошее положение. Мы на пятом месте по дешевизне мобильного интернета. Это факт. Великолепно это, да. И у нас тоже доступ к Wi-Fi и другим, вот в Москве, в Питере, в Казани, в Сочи, лучше, чем во многих европейских столицах даже. Не крупных городах, а столицах. Лучше, чем в Берлине, лучше, чем в Париже. А вот это у нас очень хорошо. Но есть общий уровень развития супровизации, диджитал, так сказать, такой рейтинг, да, он высчитывается Евросоюзом. Вот Евросоюзу мы во многом, от Евросоюза мы во многом отстаем. Хотя и не полностью. Ряд стран Евросоюза, Россия в целом, опережает. Прежде всего, Румынию, Болгарию и Польшу. И мы где-то вот так вот чуть-чуть пониже Венгрии и Чехии. Для Татарстана отдельно рейтинг не высчитывался. Но мое такое общее представление о том, что рейтинг супровизации Татарстана, Москвы и Питера, он выше даже немного среднеевропейского. Ну, если 80% услуг у нас оказывается в электронном виде, наверное, так оно и есть. Там много факторов считается Евросоюза, знаете, с немецкой солидностью подошли, вы считали. Поэтому нам трудно совмещать. Но общее представление, действительно, что мы сейчас находимся где-то на среднем уровне Евросоюза. Но нам это недостаточно. Мы должны быть в лидерах, обгонять должны Евросоюз. Слушай, Евросоюз это рыхлая страна, рыхлая содружество. Они там толком решения принять не могут. А мы, единая страна, должны принять решения. И вперед. Когда мы единого непобедимого. Да. Мы продолжим программу через пару минут. Смотрите после рекламы. Высота всей этой конструкции порядка 100 метров, как будет это на флору, фауну на свое действие. Дай бог, чтобы это все получилось. Вечная энергия. Ветропарком в Татарстане быть. Казань получила право на проведение чемпионата мира по водным видам спорта 2025 года. Об этом было объявлено на пресс-конференции руководителями Международной федерации плавания ФИНА. Напомним, в 2015 году столица Татарстана уже проводила этот престижный турнир. Для проведения чемпионата мира в Казани уже есть вся необходимая инфраструктура. Город ежегодно принимает международные соревнования по водным видам спорта. Рустам Мениханов в Москве принял участие в заседании Президиума Совета при Президенте России по реализации национальных проектов. Провел заседание председатель правительства Дмитрий Медведев. Президент Татарстана проинспектировал готовность выставочного центра Казань-Экспо к проведению 45-го мирового чемпионата WorldSkills. В этот же день ознакомился с ходом реконструкции НКЦ Казани и осмотрел набережную левого берега реки Казанки. О реконструкции здания НКЦ Казань и о размещении там национальной библиотеки рассказала министр культуры Ирада Аюпова. Рустаму Мениханову также представили проект организации молодежного экстрим-парка. В том числе создание новых спортивных площадок, а также рассказали о проекте тренировочного молодежного центра. Новое общественное пространство будет создано под мостом Миллениум и на пустующих площадях в районе улицы Подлужной. Рустам Мениханов с рабочей поездкой посетил особую экономическую зону Алабуга. Президент открыл новый завод по производству строительной химии Технониколь Алабуга. Завод будет выпускать более 60 наименований продукции. Рустам Мениханов подчеркнул, что реализация данного проекта будет способствовать решению масштабных задач в строительной сфере, обозначенных ранее Владимиром Путином. Позже президент Татарстана принял участие в совещании о перспективных направлениях развития композитного кластера и провел заседание наблюдательного совета особой экономической зоны Алабуга. Рустам Мениханов посетил площадку 8-го международного молодежного образовательного форума «Салет». В этом году участниками и гостями шести смен форума станут 18 тысяч человек из Татарстана и других регионов России. Рустам Мениханов ознакомился с инфраструктурой палаточного лагеря, посетил лаборатории и мастерские, пообщался с участниками образовательных сессий. Владимир Путин поздравил спортивную команду «КамАЗ-Мастер» с победой в международном ралли «Шелковый путь». Телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля. Представители знаменитой команды «КамАЗ-Мастер» не впервые поднимаются на высшую ступень пьедестала почета. И очень важно, что и в этот раз вы подтвердили свое лидерство, проявили профессионализм и силу духа, вновь продемонстрировали надежность отечественной техники и мастерство экипажей. Подарили зрителям, многочисленным любителям автоспорта, яркие, незабываемые моменты, отметил Владимир Путин. Телеграмму со словами поздравления Рустам Миниханов направил к генеральному директору «КамАЗа» Сергею Когогину, руководителю команды «КамАЗ-Мастер» Владимиру Чаднину, всем членам команды «КамАЗ-Мастер». Поздравляю экипаж Антона Шибалова и всю вашу команду с блестящей победой на международном ралли-рейде «Шелковый путь». Вы не перестаете удивлять и восхищать нас все новыми победами и достижениями. И вот вновь все места на бьедестале почета принадлежат «КамАЗовцам». Все четыре экипажа в топе пять. Так держать, говорится в тексте телеграммы. Фарид Мухаммедшин предложил создать совместное производство Белоруссии и Татарстане. Об этом он заявил на шестом форуме регионов России и Белоруссии в Санкт-Петербурге. По словам председателя Госсовета, Беларусь традиционно входит в пятерку основных торговых партнеров Татарстана. Товарооборот в последние годы превышает один миллиард долларов. Фарид Мухаммедшин принял участие в 20-м республиканском фестивале кряшенской культуры Петрау. В Мамадышском селе Зюри выступили 43 кряшенских ансамбля, в состав которых входит 450 артистов. Новые шаги к полилингвальному образованию в Татарстане. В понедельник в Набережных Челнах Ментимер Шаймеев провел совещание по созданию Центра дополнительного образования. Встреча прошла в его будущих стенах, в заброшенном детском лагере «Следопыт». Главный тренер казанского «Зенита» Владимир Олег на указом президента России Владимира Путина награжден Орденом Дружбы, сообщается в документе, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации. Сегодня день обретения иконы Казанской Божьей Матери. Метрополит Казанский и татарстанский Феофан совершил божественную литургию в Благовещенском соборе Казанского Кремля. По окончанию литургии верующие приняли участие в традиционном крестном ходе к месту обретения чудотворного образа. Завершился крестный ход торжественным молебном на территории Казанского Богородицкого монастыря у воссоздаваемого собора Казанской иконы Божьей Матери. Полтора месяца осталось до самого главного политического события этого года в Татарстане. 8 сентября состоятся выборы депутатов Госсовета Республики. Сколько кандидатов изъявили желание побороться за депутатский мандат? Как идет подготовка избирательных комиссий? Каких новшеств ждать? Что за QR-коды появятся в протоколах и что за новый механизм впервые будет опробирован в этой кампании для удобства избирателей? Слово Сергею Темлякову. 7 недель осталось до главного политического события в Татарстане. 8 сентября мы с вами будем выбирать депутатов Государственного Совета. Всего 100 человек. 50 это победители в одномандатных округах и 50 пройдут по партийным спискам. Если в 2014 году на выборах в Госсовет уже прошлого созыва участвовали 8 партий, то в этом документы подали на регистрацию уже 12 партий. Вот виртуальный зал парламента. Это 50 кресел, ровно половина. На данный момент на них конкурс в среднем 5 человек на место. В одномандатных округах свои кандидатуры выдвинули 296 человек. Самого движенцев из них 105. Остальные идут от партий. Больше всего в Копыловском и Дербышкинском округах по 10 кандидатов на депутатский мандат. Всех меньше в Опасдовском и Юго-Восточном. Всего по 3. Пока прошли регистрацию 88 человек. Три политические партии, парламентские партии прошли у нас уже регистрации. Остальные пока партии собирают подписи избирателей. Активность политических партий растет каждым годом. Нынче первые, вот с 2014 года на выборах в Госсовет Республиканстан участие принимает. Три политические партии впервые. На другие 50 кресел в парламенте претендует 250 человек, а не в списках, которые подали партии. Докладываем коротко обстановку, количество выдвинутых кандидатов. Зарегистрировано два кандидата по партийным спискам. Каждый день руководство ЦИКа на связи с окружными территориальными комиссиями по скайпу. Оперативно решают рабочие вопросы. Кстати, создано 65 территориальных и 35 окружных комиссий. В подготовке и работе на выборах в Госсовет задействовано 21 тысяча человек. Все они прошли обучение. Было разработано мобильное приложение избирателей Татарстана, которое очень удобное в использовании. Ольга Малышева показывает нам новинку. Мобильное приложение, которое впервые будет работать в эту избирательную кампанию. Мобильное приложение позволяет членам избирательной комиссии быть на связи с ЦИКом 24 часа в сутки. Можно задать вопрос и оперативно получить ответ. В приложении есть возможность видеофиксации действий, происходящих на территории избирательного участка. Председателя избирательной комиссии, член избирательной комиссии, есть свой личный кабинет. Вот мы сейчас имеем возможность видеть, как он выглядит. То есть это обучение, можно самостоятельно пройти. и проверить свои знания. Это документы, вся нормативная база. На этой неделе в окружных комиссиях подводили итоги проверок поданных документов кандидатами. Зарегистрированным вручали свидетельства, которые дают право участвовать в выборах. Также в ТИКах изучали листовки, видео и аудиопродукцию. Все агитационные материалы, которые будут использовать кандидаты в этот период, они согласовываются с территориальной избирательной комиссией. Мы проверяем агитационные материалы на соответствие требований статьи 54 федерального закона 67 о гарантиях избирательных прав граждан и 64 статья – это избирательный кодекс Республики Тарстан. Тем временем в самом ЦИКе на этой неделе утвердили формы протоколов об итогах голосования. Протоколы теперь будут оснащены машиночитаемыми QR-кодами. Это одна из новинок будущих выборов. Автоматизация исключит ошибки при составлении итоговых протоколов и сделает процесс прозрачнее. Здесь продолжается подготовка к работе пункта приема заявлений. Компьютеры у нас оснащены программным обеспечением для приема заявлений. Пожалуй, главным новшеством этой избирательной кампании станет внедрение механизма «Мобильный избиратель». Все делается для удобства избирателей. «Мобильный избиратель» впервые используется на региональных выборах. Это дает избирателям возможность проголосовать на любом избирательном участке, удобном для них, то есть не привязанном к месту регистрации. Уже со среды начнут работать пункты приема заявлений. С собой нужно взять паспорт. Операторы помогут выбрать для голосования 8 сентября избирательный участок по месту нахождения гражданина. Сергей Темляков, Андрей Мохов. Семь дней. Каким политический сезон видят в интернете? Здесь формируется другая реальность, я вам скажу. Абсолютно неожиданным стал вот этот пародийный ролик о выборах в Госсовет Татарстана, смонтированный на основе кинокомикса «Хранители». Появился он на этой неделе в YouTube. Героями экранизации стали татарстанские политики. Заканчивается ролик предупреждением о предстоящих выборах. 8 сентября во всех школах страны. Замечу, что ранее в предвыборных кампаниях такой подачи и такого формата не наблюдалось. Продолжит программу наша традиционная рубрика «Неделя в столетии», посвященная столетию ТССР. Люди, события, факты, определившие развитие Татарстана в репортаже Светланы Спириной. Международный лагерь «Волга» открылся 15 июля 1967 года в Казани. На знаменитый фестиваль советско-японской молодежи, состоявшемся в новом лагере уже в августе, приехал первый космонавт страны. Юрий Гагарин к этому времени объехал уже всю планету. Его принимали монархи и президенты разных стран. Он побывал более чем в 30 государствах, выступал часто, по 18-20 раз в сутки. Много разных воспоминаний и легенд об этом визите в Казань. Так он встречался с молодежью и отказывался фотографироваться. Есть воспоминания о его рыбалке и активном отдыхе. Говорят, что Гагарин катался на водных лыжах у села Антоновка, помогал накрывать стол и пел татарские песни. А потом еще несколько раз приезжал в ТССР по личному приглашению Фитря Татабеева, тогда первого секретаря татарского обкома КПСС. Он сказал, поехали, он смахнул рукой, словно вдоль по Питерской, Питерской пронесся на землю. В июле 1941 года было принято решение об эвакуации учреждений Академии наук СССР из Москвы и Ленинграда. Вместе с членами семьи Казань приняла 5000 сотрудников, среди них 39 академиков и 44 члена корреспондента Академии наук. Здесь работали Петр Капица, Лев Ландау, Абрам Иоффе и многие другие. Скоро в ТССР приедет и Игорь Курчатов, отец советской атомной бомбы. Центром академической жизни стал Казанский университет. 20 июля 1941 года Госкомитет обороны принимает решение об эвакуации в Казань Ленинградского авиационного завода номер 387 и размещении его на территории Казанского завода номер 169. Всего через неделю после прибытия в Казань завод выпускает первый самолет, знаменитый У-2. Последний седьмой эшелон в Казань приходит 23 августа. Последний седьмой. Восьмой не смог выйти из Петербурга, потому что кольцо блокады сомкнулось. И после прихода последнего седьмого эшелона, 31 августа, взлетает первый самолет У-2ВС. Когда началась война, нужно было самолет У-2 учебный переделать, военный. Вот как раз Бакшаев Григорий Иванович, главный конструктор, он со своим коллективом в течение месяца переделал самолет учебный, военный. Так началась в Казани эра производства самолетов ПО-2 или У-2. В сентябре 41-го года завод уже выпустил 120 самолетов. Тот самый небесный тихоход. У-2 может подойти тихо на высоте 50 метров. Пойти прямо над самой целью. И участвовать этого он не может тогда на кой черт бы просить, товарищ генерал. Ничего, ничего. В 44-м году в день на Казанском заводе производили до 13 самолетов. Всего за годы войны было отправлено на фронт более 11 тысяч самолетов ПО-2, за что коллектив завода в 45-м был награжден Орденом Трудового Красного Знамени. На производстве работали в основном женщины и подростки 12 и 15 лет, без выходных. Многие не выходили с работы все 4 военных года. Самолет перестал производиться в 1947 году, но он навсегда вошел в историю победы. Прикоснуться к истории, к военной истории, можно только здесь, в музее Казанского вертолетного завода. Вот он, наш знаменитый У-2. Настоящий. Конечно, мы можем видеть его в Парке Победы, но он железный. Это макет или реплика, как модно сегодня говорить. А вот настоящий У-2. Можно потрогать и даже забраться на него только здесь, в музее Казанского вертолетного завода. Вот сейчас я попробую это сделать. Здесь построен был этот самолет студентами Егорьевского авиационного училища по заказу Казанского вертолетного завода. Он настоящий по военным чертежам и макетам военного времени. Знаете, как поет У-2? Хотите послушать? Вот он, настоящий, деревянный. В 1928 году на выставке в Берлине, на авиационной выставке в Берлине, куда прибыл У-2, немцы долго смеялись над этой безобидной машиной. Называли РУС-Фанер, кофейная мельница. Еще не предполагая, что в годы войны наш У-2 доставит нам столько проблем, что Гитлеру будет обещать железный крест и 5000 дойч марок за каждый сбитый такой самолет. Вот какое наш любимый У-2. Была ли она прототипом одной из героинь фильма «Небесный тихоход» неизвестно, но на одну из девушек она очень похожа. На знаменитом У-2 сражалась за победу Магуба Сертланова, герой Советского Союза, заместитель командира эскадрильи 46-го гвардейского таманского женского авиационного полка ночных бомбардировщиков. Она родилась 15 июля, 107 лет тому назад. Сертланова совершила 780 боевых вылетов, сбросила 190 тонн бомб на позиции противника. После войны жила в Казани. В архивах ТНВ сохранились несколько кадров выступления Магубы Сертлановой. Одно из важнейших сражений Второй мировой Великой Отечественной войны, Сталинградская битва, началась 17 июля 1942 года. В ней участвовали и сотни тысяч уроженцев и жители Татарии. Они были в составе двух сформированных в республике стрелковых дивизий, 147-й и 120-й, получившие в этих боях звание 69-й гвардейской. В контрнаступление отличились танкисты, сформированные в Татарии 91-й отдельной танковой бригады. По данным рабочей группы Мемориала Книга Памяти, только на территории современной Волгоградской области погибли и умерли от ран более 7 тысяч солдат и офицеров, призванных из Татарии. А в самом Сталинграде почти тысячи наших земляков. 38-я стрелковая дивизия под командованием генерала Гани Софиулина. 18 января 1943-го первая разгромила пехотную дивизию Верхмахта под Сталинградом и захватила в плен штаб дивизии во главе с генералом Морицем фон Дребером. Бойцы Софиулинцы взяли в плен и генерала-лейтенанта Шиллера. Одна из самых ярких вех в истории набережной Челнов Татарстана и страны в целом 70-е годы. Именно на них пришлось создание на берегах Камы крупнейшего комплекса заводов по производству большегрузных автомобилей из современного города. 17 июля, ровно 50 лет назад, в 1969 году, в набережной Челнах состоялась знаменитая закладка символического камня с памятной надписью «Здесь будет построен камский автомобильный батыр». Почти на полутора тысячи гектарах встанут корпуса автогиганта. 10 января 70-го года стартовавший в набережной Челнах эпохальной стройки был присвоен почетный статус Всесоюзной Ударной Комсомольской. Только за первые 20 дней 70-го года сюда прибыли более тысячи человек. 16 февраля 76-го года с заводского конвейера уже сошел первый серийный экземпляр грузового автомобиля «КамАЗ». Сегодня «КамАЗ» – крупнейший производитель тяжелых грузовых автомобилей, объединяющий 109 компаний на территории России, СНГ и дальнего зарубежья. С гастролями на крупнейшей в Европе, один из крупнейших в мире заводов по выпуску грузовиков, в эти летние дни, в 1974 году, приехал Владимир Высоцкий с театром на Таганке. Об этой поездке актеры Барт потом напишут. «Ох, мы поездим, ох, поколесим, в Париж мечтая и в Челны намылись, и будет наш театр кочевым и уличным, к тому мы и стремились». Это были очень важные для театра гастроли. Все труппи пообещали, что если в набежных Челнах с рабочим классом у них все получится, то они поедут на гастроли в Париж. Об этом вспоминал актер Вениамин Смехов. Кстати, к тому времени театр еще нигде не гастролировал. Приезд Высоцкого вызвал ажиотаж, концерты собирали толпы поклонников и проходили при любой погоде. «Мы не верим землю шагами, понапразднут цветы деревян. Мы толкаем ее сапогами от тебя, от тебя». 19 сентября 1989 года площади перед гостиницей Кама, где в небольшом номере на несколько дней останавливался Владимир Семенович, было присвоено имя Высоцкого. А вот театр на Таганке в Париж с гастролями поехал только через три года. 18 июля 2013 года в Казани завершилась Всемирная летняя универсиада. В ней приняли участие 160 стран и более 12 тысяч спортсменов. Российская сборная завоевала 292 медали, став лидером в общекомандном зачете. Светлана Спирина, Андрей Ключников, 7 дней. Говорят, у человечества во все времена было две основные проблемы – еда и энергия. Поэтому мы так часто с вами слышим понятие «продовольственная безопасность» и «энергетическая безопасность». Вот о ней последней сегодня и речь. Да, мы с вами прошли длинный путь от костра до атомной электростанции, но ничто не вечно под Луной. Уже в этом веке будут исчерпаны все известные запасы урана. То же самое можно сказать и о нефти. И что тогда? А тогда мы посмотрим по сторонам и поймем, что мы снова опоздали. Какие мощности будут необходимы нам через 100 лет, предположим, для удовлетворения наших растущих потребностей в потреблении. Даже представить себе невозможно. Какое количество энергии нужно будет? Колоссальное. И вот тогда-то мы с вами по-настоящему и посмотрим в небо. Спасение действительно там, поскольку там солнце и ветер. И прогресс никогда не будет по-настоящему полным до тех пор, пока мы не приручим эти два источника. Которые, в отличие от ископаемого топлива, не закончатся ни при нашей жизни, ни при жизни наших далеких потомков. Приходилось ли вам видеть своими глазами вот такую картину на наших полях? Это вряд ли. Тут нет ничего сверхъестественного, однако в России такое редко встретишь. Те, кто бывал в Европе, те видели. Все чаще и чаще там можно встретить такую картину. Это ветряные электростанции, количество которых в мире растет сегодня буквально в геометрической прогрессии. Все новое, это хорошо забытое, старое. А ветряным мельницам, между прочим, чуть ли не несколько тысяч лет. Но это прогресс. Потому что это экологично и потому что это возобновляемо. Объяснять, почему, я полагаю, никому не нужно. Так вот, когда все это может появиться у нас? У нас, например, в Татарстане. Лет так через сто, когда закончатся углеводороды? Ответ неверный. В следующем году. В следующем году мы уже можем приступить к строительству таких станций. И подготовительная работа идет полным ходом. Внимание! Вот где, скорее всего, сильно изменится местный пейзаж. Специалисты энергетики уже привели все замеры на трех точках в республике. Это село Красновидово Камско-Устинского района. Это село Сорочьи горы Рыбно-Слободского района. И это деревня Измери Спасского района. Вот три наиболее вероятных кандидата. Всех трех объединяет одно. Расположены у воды. Татарстан – негористая местность. И ветер преимущественно населен именно тут, у воды. Физика. Ветер – это перемещение воздуха из области высокого давления в область низкого. От воды к суши. А теперь задумаемся, какие плюсы, кроме получения, что называется, вечной энергии. И вот это уже нетрудно себе представить, что и попытался сделать Михаил Любимов. Каменный век закончился не потому, что закончились камни. Нефтяной век закончится не потому, что закончится нефть. Ахмед Заки Ямани – экс-министр нефти Саудовской Аравии. Над седой равниной моря ветер тучи поднимает. Между тучами и морем гордо еет буревестник черной молнии подобной. То крылом волны касаясь, то стрелой взмывая в небо, он кричит. И тучи слышат радость в смелом крике птицы. В этом крике жажда бури. Знаменитое произведение песнь о буревестнике Максима Горького. Все мы со школы, с детства еще с вами знаем его. Все мы знаем также, о каком ветре перемен говорил великий писатель и какую бурю привлекал он нашей стране. Почему мы вспомнили об этом сегодня, 118 лет спустя? Да просто потому, что Максим Горький, во-первых, жил здесь. Именно здесь, в селе Красновидово, Камско-Устинского района. И во-вторых, потому что, доживи он здесь и сегодня, он бы и сам вспомнил об этом своем знаменитейшем произведении. Потому что именно ветер перемен пришел сегодня в эти края. Тот самый ветер перемен, о котором люди бывают разными. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Языком энергетиков из Казанского энергетического университета это метеомачта или ветроизмерительная мачта. Направление, скорость, постоянство ветра. Важно все. И вывод уже есть. Эти места как нельзя лучше подходят для строительства ветряной электростанции. Кстати, размеры этой мачты дают нам неплохое представление о том, как будет выглядеть ветрогенератор. Это то, что в народе, скорее всего, назовут вертушками, ветряками, ветерками. Все мы родом из детства. Но тут все по-взрослому. Каждый ветряк не будет уступать этой мачте по высоте. Масштабы, они, в принципе, действительно, скажем так, потрясающие практически, я бы сказал. То есть, в принципе, ветротурбина представляет из себя набор основных элементов. Это башня ветротурбины, которая вот на нашем элементе здесь запрошена. Наверху башни установлены гондолы. Гондоли через ступицу крепятся в области. Вот. Высота всей этой конструкции порядка 100 метров. Это высота башни. Длина одной лопасти 62 метра. То есть, можно представить, да, два девятиэтажных дома. В России сегодня найдется пара-тройка мест, где уже можно натолкнуться на незнакомый пейзаж. Принцип работы, наверное, ясен. Скажем лишь, что вот одна такая, крутящаяся временами со скоростью в 200 километров в час, штуковина вырабатывает 3 мегаватта. Мощность всей электростанции в Красновидово может быть от 100 до 130 мегаватт. Как минимум вдвое больше, чем, скажем, у гипотетического мусоросжигательного завода в Казани. Вот и считайте. Выходит, что на здешних полях мы вскоре увидим от 30 до 40 с лишним вертушек. Известно даже точное место, где встанет станция. Но мы лучше поговорим на другие темы, ибо люди у нас очень предприимчивы, и нос, так сказать, держат по ветру. Казалось бы, что может быть безопаснее и экологичнее энергии ветра? Но всегда найдутся те, кто поборется и с ветряными мельницами. А местные жители уже что-то такое слышали. Боимся, что будет шумно. У нас же здесь очень тихое, очень красивое место. Естественно, у ветропарков есть такой параметр, как шум. Но при этом этот шум сопоставим, скажем так, с шумом от дороги, от автомобиля, проезжающего по дороге, да? Вот, он ненамного, ну, на расстоянии, скажем так, тех же 200-300 метров, его уже практически не слышно. Есть небольшие опасения якобы чем-то, как будет это на флору, фауну у нас действовать. Ни одна мышка не погибла, и более того, значит, вот эта вот площадь, которая, большая площадь под ветропарк, она не изымается из сельхозоборота, то есть от башни буквально отступается 20 метров защитно-санитарная зона. Может, будет со временем лучше развиваться инфраструктура, какое-то строительство новое появится. Ну, а с другой стороны, может быть, у людей появится работа, заработают детские сады, школа. Ну да, а почему, собственно, и нет? Ведь помимо очевидных плюсов от того, что мы теперь научимся делать деньги буквально из воздуха, и пополним энергетические запасы республики, которыми, между прочим, мы себя не обеспечиваем полностью, есть еще один. Эстетика, вид, пейзажи, смартфоны, инстаграмщики и инстаграмщицы. В Красновидово предстоит пережить бум поклонников фотографической памяти. Мимо такого никто никогда не проедет. Это вам не очередная долговязая кукуруза или сиреневые полевые цветочки. Это ягодки, те, что потом. А там уж, возможно, фототуристы пожелают вдруг познакомиться и с буревестником революции, к музею которого в Красновидово толпы сегодня, конечно, не ходят. А тут уже люди, и все сплошь хорошее, и чай с мятой. И вот это уже индустрия. Потому что это даст дополнительный толчок развитию района, бизнесу, привлечению бизнеса в район, привлечению туризма в район. То есть сразу автоматически поднимется турпоток. Говорят, везет сильнейшим. Но это не всегда так. Иногда везет и красивым тоже. Рыбнослободский район республики даже по силе ветра чуток уступает Камско-Устинскому. По всему остальному тоже не в передовиках. Но еще одна ветряная электростанция все же будет именно здесь, неподалеку от села Сорочи-Горы. Здесь тоже очевидно, каким ветром сюда ее занесло. Попутным с Камой. Электростанция будет точно такая же, только чуть поменьше. Вертушек будет поменьше. Но вполне достаточно, чтобы обратить на себя внимание. И так ведь хочется обратить. Машины летят теперь мимо без остановок. С закрытием паромной переправы жить стало куда скучнее, конечно. Поэтому и тут уже слышат этот ветер перемен. Мы надеемся на это, что было чистое поле, а и вдруг большие красивые ветряные мельницы, которые мы привыкли наблюдать в основном в западных фильмах. В основном это происходит. Люди будут проезжать мимо, увидеть, скажут, что интересно, давай-ка подъедем туда. Потом захотят покушать, потом захотят переночевать. И мы надеемся, что это будет небольшим нюансом по привлечению туристов. Сорочи горы сегодня самое проезжаемое место. А может превратиться еще и в самое посещаемое. Кстати, точно такая же мачта, что и в Красновидово еще с прошлого года. Стоит и здесь, у Сорочи гор. Видели ее миллионы, а распознали единицы. Не так уж и просто распознать, разглядеть в ней буревестника. Еще сложнее понять, что это, собственно, значит теперь для всех нас. Энергия ветра. А дальше энергия солнца. А дальше, впрочем, нет, дальше пока еще рано. Скорее всего, весь следующий год мы будем говорить о червяках, кротах и птицах, которые не готовы должным образом к таким переменам. Кроты, как известно, не видят улучшений. И гагары тоже стонут. Им, гагарам, недоступно наслаждение битвой жизни. Гром ударов их пугает. И ведь это еще даже не будущее. Если говорить о России, то это энергетика будущего. Если говорить о мировой практике, то в мире, значит, объем генерации на возобновляемых источниках энергии превысил 20%. То есть это уже энергетика настоящего, на самом деле. Поэтому дай бог, чтобы это все получилось. И тогда действительно будет ветер перемен. Так пусть сильнее грянет буря. Михаил Любимов, Андрей Ключников и Роман Безменов. Семь дней. На этом у нас все. Всем наилучшие пожелания. Встретимся через неделю на канале ТНВ. До свидания. Здравствуйте. О погоде на ближайшие семь дней Лейлы Латыпова. Июль в этом году не балует затяжными жаркими днями. Погода неустойчивая. Идут дожди. Местами ливни. На северо-востоке Татарстана в понедельник и во вторник пройдет дождь плюс 21. В среду прояснится. Температура станет выше и к четвергу 25 градусов. В выходные температуру воздуха составит плюс 22. На юго-востоке в понедельник дождь, а во вторник и последующие будние дни. Переменная облачность и без осадков. Днем 26 градусов. К выходным плюс 21. В центральных районах жаркую погоду синоптики не обещают. Средняя дневная температура плюс 23. Всю неделю будут наблюдаться осадки. Местами ливневые дожди. Для жителей юго-запада республики начало недели обещают быть сухой и умеренно теплой. К среде температура станет выше, но пройдут дожди. В выходные тоже ожидаются осадки. Температура воздуха плюс 22. На северо-западе и в Казани переменная облачность около 25 тепла. Временами пройдет дождь, ожидаются ливни и грозы. Это вся информация к данной минуте. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова